Милые телята и забавные цыплята, ровные грядки, самодельные садовые кашпо, керамические фигуры и шикарные цветочные клумбы. Этот конкурс показывает, как старшее поколение Краснокамского района старается облагородить свои придомовые участки. И перед комиссией конкурса стояла непростая задача – выбрать победителей в пяти номинациях – лучший животновод, лучший пчеловод, лучший садовод и самый благоустроенный участок. Сразу видно, что ухоженная красота, сестра, только коробка. Я тоже считаю, что Балтина, мне, конечно, очень души запалкает лыть, но Балтина – лучшая. В конкурсе, который проводится в районе второй раз, участвовали все сельские поселения. Всего было подано 21 заявка. Участники предоставили небольшие видеоролики о своих подворьях и о себе. Старшее поколение, среди которых и проводится конкурс, действительно удивляли своей неутомимой энергией и желанием облагородить свои участки. Этот конкурс предназначен для стимулирования наших жителей, нашего района, чтобы они облагородили свои участки, больше содержали в своих участках животных. В прошлом году в нашем конкурсе участвовали 9 жителей, 9 семей нашего района, а в этом году включено 21 обращение наших жителей для того, чтобы участвовать в этих конкурсах. В итоге, после бурных двухчасовых обсуждений комиссия выбрала 5 победителей, по одному в каждой из номинаций. Лучшими животноводами была признана семья Балтиных из Соклова. Лучшим пчеловодом стал Насим Ягафаров из Нового Янзегита. Лучший садовод, по мнению жюри, это Мария Мещерякова из села Новая Ктанышбаш. Лучшими цветоводами стала семья Тихоновых из Никольского. В номинации «Самый благоустроенный участок» победителями стала семья Хафизовых из Раздолья. Также конкурсная комиссия решила выделить дополнительную номинацию «Лучший придомовой участок», и она досталась Люции Хардиновой из Николы Березовки. Всех победителей отметили благодарственными письмами и денежными призами.